Субтитры сделал DimaTorzok Шлифанули головку. Головка в принципе была ровная, только в некоторых местах были следы от кольца прокладки. Сняли 0,06 соток. Теперь помыл ее, продуваю тщательно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и все. Можно устанавливать на место распредвал и коромысла. Заказали новый сальник. Сальник пришел. То ли перепутали, то ли не то положили. Сальник пришел по размеру подходящий, но сальник не тот, что нам надо. Поэтому сальник сейчас менять не буду. Ставлю старый. Он не бежал. Но после того, как я его шевельнул, он может побежать. Если побежит, потом я его заменю. Взял для сборки двигателей от VMP Auto монтажная паста. Раньше всегда на масле собирал. А теперь попробую на этом собирать. Номер номер здесь не указано. Но у меня номер для заказа есть. Я его в комментариях выложу. Так же взял ключ. Раньше самодельным. Все откручивал. А здесь взял ключ, чтобы открутить шкив распредвала. На распредвале место, чтобы его фиксировать под ключ нету. Поэтому держать здесь надо именно саму шестерню. Затягивать буду. Тоже покажу, что за ключ. Сальник сидит плотненько. Протираю. Укладываю на место распредвал. Все распредвал на месте. Ставлю на место сальник. Выравниваю его сразу по бугерю. Сальник здесь идет как манжет. У него пружинки нету. Конечно, такие вещи меняются на новые, но нам немножко не повезло. Конечно, такие вещи меняются на новые, но нам немножко не повезло. Передняя крышка садится на лактайт. В шприце идет. Здесь вот есть место. Набиваю его сразу. И прохожу по кромочке посередине. Много не надо, он разойдется. Это чтоб у нас подтеканий не было. Так же немножко добавляю смазки. Сальник я выровнял и устанавливаю крышку. Проверяю. Сальник у меня ровно стоит. Крышки промыл-продул. Как я и говорил, на крышках есть номера. Это вот пятый номер. Тоже добавляю смазки, пасты и устанавливаю. Здесь есть место подачи масла к распредвала. На крышках видно царапины. Износа нету, а царапины присутствуют. Четвертое. Третья. И вторая. Третья. И вторая. Все, все крышки сидят. Ну а теперь что? Укладываем коромысло. С компенсаторами. Это у нас передние. Сюда идут. Горка. Валентир. КОНЕЦ Подтянул, теперь затягиваю, купил по рекомендации ключ 1,4 Омбра, номер для заказа А938 от 5 до 25 Нм, для мелких таких вот работ. Ставлю 22 Нм, сейчас у меня вот в 0 и ставлю 22 Нм. 22 Нм. И протягиваю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эти боковые болты, коротенькие. Их протягиваю 9 Нм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видно, как вылез на торцах локтай, который я намазал. Вот здесь вот видно, он полностью вышел. И вот здесь до самого сальника. Шикарная штука. Благодарю, Анатолий. Ну и сразу шкив распредвала можно затянуть. Вот точка, по которой выставляется вот этот отлив. На шпонку надел. Здесь герметика не было. Можно добавить герметик резьбовой маленько. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Много добавлять не буду. О, хватит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Взял вот такой вот ключ автодела. Номер для заказа 41530. Идет ключ со сменными удлинителями. Принцип работы его следующий. Берем, вкручиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держим распредвал. Видно, что распредвал зафиксирован. Я его сейчас упру. И затягиваю головкой на 19. Болт. Держу ключ. Все. Сколько затянуть усилия на болт распредвала я не нашел. Поэтому затянул от руки. Ну и сразу выставляю распредвал по метке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот если посмотреть отлив по точке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Выкручиваю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И ложу на место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь прикручиваю коллектора и прикручиваю термостат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впускной коллектор установил, затянул. Теперь ставлю выпускной. Но перед этим на выпускном я резьбу прогоню. Вот на этой шпильке, где гайку я открутить не мог. Возьму мячик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, что у нас здесь? М10-1.25. Взял мячик. То есть Лерку. Такая-то овоща. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вроде заходит как она. Надо леркодержатель в виде трубки, чтобы в таких местах, где мало места крутить, я пока такого не брал, надо подыскать и заказать, а то приходится переставлять. Вроде бы плохое место прошло. Теперь продую. Сразу смажу. И новая гайка. Отлично. Пусть остается. Пусть остается. Наживляю. Пусть остается. И затягиваю. Коллектор я притянул. И термостат я тоже установил. Показывать уже не стал. Здесь всего три болта. У нас остается вот сюда вклеить. Полусегмент такой на герметик поставить. Это сделаем уже, когда будем клапанную крышку устанавливать. Перед этим намажем его и поставим. А сейчас чистим сверху блок. Я его подчистил, продул. И также продую в блоке резьбу, куда болты крепления головки вкручиваются. Протираем. 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 Пока мне удобно заменить масляный фильтр, я заменю сразу масляный фильтр. Мне масло все равно хочу поменять. Масло грязное. Я еще бы вытаскивал. Видно было. Фильтр поставлю фирмы Портсмал. Номер для заказа идет ПБФ 002. Фильтр вот сзади находится. Вот какое состояние масло вкручивается. На новом фильтре маслом смазываю резинку. И закручиваю его на место. Беру новую прокладку. Новая прокладка, как и положено, китайский оригинал. Но есть железная, которую мы сняли. Была металлическая. А это рубленая. Идет она от корды. Написано А13 корда. Скрываю ее. Вот такая вот прокладочка. Ну, будем надеяться, что это будет без дефектов. Хотя, если посмотреть. Вот новая прокладка. Вот точка. Вот точка. У Китая есть Китай. Или это транспортировка такая. Ну, так она толстенькая. Хоть обожмется. Обтягивать будем с временным интервалом, с выдержкой. Так.